Массовая вакцинация у нас проводится только спутником ВИ. И некоторые ждут, когда все-таки в оборот поступит опивак или ковивак. Стоит ли ждать и есть ли такая разница, которая очень важна для нашего организма и для людей разных возрастных, допустим, групп? Вы знаете, мне это такую карикатурную сцену напоминает, когда какая-нибудь девушка симпатичная в пожаре стоит на восьмом этаже, приходит немиловидный пожарник, она говорит, но нет, что-то этот не тот, я вот подожду до другого, вдруг посимпатичнее придет. Вот такая же ситуация и с вакциной. Мне кажется, все-таки нужно понимать, что сейчас пандемия, и нужно все-таки пользоваться той вакциной, которая уже есть здесь и сейчас, тем более, что она действительно хорошая, она одна из лучших в мире. В общем-то, есть три вакцины, которые я готов рекомендовать. Это Pfizer, Moderna и наш вакцинник. А если вот по-простому, без медицинских терминов, они вообще отличаются? Чем отличаются эти вакцины? Они же, ну, в любом случае, мы когда о них рассказываем, заявляем, что разные компоненты использованы. Допустим, эпиваккорону можно уже использовать там хроником, людям 65 плюс. Или это вот мы в чем-то глубоко заблуждаемся? Ну, вы знаете, во-первых, это только испытания. Изначально, допустим, там, спутник Лайт, он был и разрабатывался для пожилых людей, для хронических больных и для детей. Но вот недавние эксперименты, то есть исследования достаточно длительные, того же самого спутник ВИ показали, что, в общем-то, спутник ВИ достаточно хорош для пожилых людей. То есть у них, как ни странно, вот те самые побочные эффекты, которые наблюдаются у молодых, у среднего возраста в виде такой вот гриппоподобного синдрома, у пожилых почему-то, мне до сих пор это, в общем-то, непонятно почему, но у них фактически отсутствует тот самый гриппоподобный синдром, то есть они гораздо легче спутник ВИ переносят. И, казалось бы, тот самый посыл при разработке спутник Лайт для пожилых, он вроде как, в общем-то, оказывается и неуместен, хотя вот для хронических заболеваний все-таки, для людей с хроническими заболеваниями и для детей, наверное, спутник Лайт уместен. Что касается остальных, ЭПИВАК, ну, по поводу ЭПИВАКа очень много всего сказано. Там, к сожалению, не без проблем выяснилось, что именно Т-клеточный иммунитет ЭПИВАК стимулирует, в общем-то, достаточно плохо, но это, собственно говоря, видно из дизайна вакцины, а вот Т-клеточный иммунитет, он достаточно хорошо активирует. Опять же, у нас пока что нет полноценного отчета по эффективности ЭПИВАКа, поэтому мы же, скажем так, если к вопросу, да. Ну вот третья вакцина КОВИВАК была зарегистрирована 20 февраля. К концу марта обещают ее выпуск в гражданский оборот. Когда, как считаете, можно будет уже записаться на вакцинацию именно этим препаратом? Вот ваши прогнозы по масштабированию? Потому что вот сейчас масштабирован, если можно так выразиться, только спутник. Я, к сожалению, считаю, что эти вакцины, в частности, вакцина от НИИ полиэмилита имени Чумакова, скорее всего, придет нам тогда, когда она уже будет, скорее всего, не нужна так глобально. То есть поэтому это та самая карикатура, когда мы ждем симпатичного пожарника. Ну вот недавно. Нужно здесь и сейчас, и нужно понимать, что все-таки вакцинация – это массовая. То есть она работает, когда мы все массово вакцинируемся, и за относительно короткое время. Поэтому, в общем-то, хорошо бы, чтобы мы это сделали сейчас, буквально за несколько месяцев. И было бы классно, если бы у нас было несколько вакцин. На данный момент и в течение нескольких месяцев, скорее всего, будет только одна вакцина. Еще раз повторюсь, она достаточно хорошая вакцина. То есть я не очень понимаю тот скепсис, который люди говорят, что она эффективна, и она не дает серьезных побочных эффектов. Максимум, который она показала, это в 5-10% случаев – это тот самый гриппоподобный синдром в течение одного-двух дней. Но это, в общем-то, как мне кажется, приемлемо. Но вот однако недавно глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что у каждого десятого вакцинированного не вырабатывается иммунитет. Ну вот я, например, вакцинировалась спутником, получила оба компонента, но на антитела еще не сдавала. Если их вдруг не окажется, можно ли повторить вакцинацию вот вновь, или стоит уже ждать там эпивак, ковивак? Ну, я думаю, что это все-таки выдернутые из контекста слова. Если все-таки Анна Попова имела в виду то, что вы сказали, ну, на самом деле, конечно, вакцины так не работают. Я думаю, что вакцинация, она все-таки стопроцентная, но просто у некоторых людей иммунитет вырабатывается, но все-таки он не до конца эффективен, чтобы предотвратить инфекцию. То есть инфекция все-таки смогла прорвать барьер. Ну, то есть давайте я вам объясню на примере. То есть люди, которых вакцинируют, то есть как считаются вот эти вот 90-92%, откуда вообще 10% взялось? То есть, допустим, эффективность вакцины спутника 90 с чем-то процентом, да? То есть 90% и сколько там десяток, не помню сколько. Соответственно, у вас обратная математика. Значит, 10% вроде как, для 10% вроде как неэффективно получается, да? Но это не значит, что у этих людей нет иммунитета. Просто как считают вообще эффективность? У вас есть две группы, две когорты людей, которые одну вакцинируют. В случае спутника ВИЭТа там порядка 22 тысяч людей вакцинированных. И другая когорта людей – это тем, которым закололи плацебо, то есть не вакцины. И смотрели, как долго они, ну, в течение 3-6 месяцев наблюдают за ними и смотрят, какое количество людей из них заболеет. И потом вот количество людей, заболевших в одной группе, и количество людей, заболевших в другой группе, сравнивают. Ну, то есть это пропорции. Получают те самые 90% спутников, в случае других вакцин. Или там 50%, допустим, в случае отдельных вакцин, например, Синовак. Или там и так далее. Ну, спасибо вам большое. Мне теперь все понятно, и вы меня, я могу сказать, что успокоили. Еще раз скажу, это не значит, что у вас нет иммунитета, просто все-таки выработанный иммунитет позволил, не позволил, собственно говоря, SARS-CoV-2, ну, не позволил предотвратить инфекцию. Но это все равно значит, что вы, скорее всего, если и переболеете, то переболеете в легкой форме, а может быть, бессимптомной. Это значит, что у вас был позитивный тест из этой группы, поскольку эту группу как раз-таки достаточно активно мониторят, то есть проверяют у них, есть ли у них, собственно говоря, инфекции или нет. Ну, я надеюсь, что все-таки у меня антитела будут. Спасибо. На связь со студией был Павел Волчков, руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института.